Ари. Один из самых популярных мидеров в Лиге Легенд. И это неудивительно, ведь у неё безумный урон, высокая мобильность и отличный контроль. Весь этот набор позволяет ей играть разными стратегиями. К тому же она достаточно проста для освоения. Одним словом, сделав её своим мейном, вы можете спокойно кирить игры. Если вы решили заменить Ари, то этот гай то, что вам нужно. Сегодня мы разберём её, как говорится, по косточкам, начиная со снов и заканчивая вещами, о которых знают не все игроки. Ари. Гипермобильный убийца, который носится по карте и уничтожает всё живое. И это лишь один способ игры за Ари, но далеко не единственный. Один из лучших способов игры за Ари играть в команде. Вам не обязательно обожить, чтобы быть полезным. Во время тимфайтов накладывать чарм на важные цели, пожалуй, самый эффективный плейстайл на Ари. Возможность врываться в задние ряды и взять важную цель в контроль есть у Ари, Эвелин и Рейкана. Чарм Ари один из самых сильных СС в игре. Давайте рассмотрим её СС более подробно. Основная идея контроля состоит в том, чтобы заблокировать вражескую команду, при этом не получив существенный урон. Прелесть её чарма заключается в том, что он работает как на оглушение и при этом заставляет противника терять свою позицию. И при этом ваш противник ничего не сможет сделать на протяжении действия чар. А когда действие чар закончится, они окажутся вне позиции, что поставит вражескую команду в более затруднительную ситуацию во время тимфайта. Как мы и говорили, у Ари есть несколько способов отыгрыша. Когда вы берёте её на мид, при первом бэке старайтесь взять лупу и пару пингвардов. Попадать своим чармом гораздо легче, когда противник вас не видит. Поэтому если кинуть его из тумана войны, ваш противник не сможет вовремя среагировать, когда пойдёт проверять куст. Ари хорошо сплитпушит благодаря быстрой зачистке волны своей мобильности, которая поможет выйти из самых сложных ситуаций. Первый пауэрспайк она получает на третьем уровне, вложив 2 очка в её кубу, это позволит быстрее защищать волны миньонов. Быстро зачистите 4 волны миньонов и бэкайтесь на базу. Вернувшись на лайн, вы будете с полным хп маной, а также с преимуществом в предметах. Второй пауэрспайк наступает на шестом уровне. Самая большая проблема за игру на Ари попадает своим чармом в игроков, которые умеют хорошо играть против неё. Если она попадёт своим чармом, то получает 20 дополнительного урона от своих заклинаний. Когда она получает свой ультимейт, она может резко изменить свою позицию, для того, чтобы ей было легче попасть в МСС. Именно поэтому шестой уровень даёт ей огромный пауэрспайк. И наконец, третий пауэрспайк Ари получает на десятом уровне. К этому времени вы должны собрать НЛП-800. Любой первый собранный предмет это скачок мощности. Но НЛП-800 очень полезен для Ари, так как замедлив врагов, вам будет легче попасть своим чармом. Ок, теперь давайте перейдём к нескольким её комбо. В первую очередь, простое комбо это чарм плюс флэш. Кидайте чарм в сторону противника, и не дожидаясь конца анимации, прожмите флэш. Это ускорит анимацию полёта вашего чарма. Очарование будет всегда лететь в направлении, где была ваша мышь, до того, как вы флэшнулись. Если ваша мышь изначально была здесь, вы прожимаете Е, а затем флэшитесь сюда, то в конце ваш чарм всегда будет там, где была ваша мышь, когда вы прожали свою Е. Это действительно отличная комбинация, которую необходимо знать. Особенно она полезна во время фазы ленинга, так как вы можете попросту направить свой чарм мимо вражеских миньонов. Следующая комбо – чарм плюс ультимейт. Эта комбо используется для того, чтобы скрыть анимацию чарма во время файта. Сначала прожимаем чарм, а затем сразу же R. При рывке анимация будет не видна вашему противнику, и чарм станет для него большим сюрпризом. Теперь представьте, мы возьмём эти две предыдущие комбинации и соединим их вместе. Прожимаем Е, затем флэш и сразу ультимейт. Вся фишка заключается в том, чтобы анимация чарма прошла быстрее, а также скрыла её от вашего противника. Это эффективная комбо, но в ней есть небольшой зиян. Когда вы её используете, то оказываетесь достаточно близко к своим врагам. После того, как вы очаровали их, вы кидаете свой кул. И чтобы прокнул чистый урон, это умение должно задеть врага на обратном пути. Некоторые чемпионы после выхода из контроля могут легко уклониться от этого урона. Поэтому мы предложим ещё один интересный вариант. Итак, мы уже знаем, как отменить анимацию с помощью чарм плюс флэш. А если мы скажем, что вы можете провернуть то же самое, но уже со своей кул. Ари, один из уникальных чемпионов в игре. Вы можете отменить анимацию сразу двух способностей с помощью флэша. Приготовьтесь, для этого нужно прожать очень быстро. Одновременно прожимайте Е и Кул, затем флэш и сразу ультимейт. Эта комбо гарантирует вам, что обе части урона пройдут по вражескому чемпиону. Ок, теперь давайте перейдём к другим советам и хитростям. И первое. Отмена рывков. Райты некоторое время назад пофиксили эту механику, так как она была чересчур сильной. Однако они вернули её Ари, когда она стала слабей. Если вы сможете правильно рассчитать, то своим чармом вы можете отменить рывки на полпути. Если Ари среагирует достаточно быстро, чтобы успеть её очаровать, то это фактически нейтрализует весь входящий урон и помогает выиграть лайн. Имейте в виду, что орбы Ари это ракеты с тепловым сенсором, которые вращаются вокруг неё. И если они окажутся позади неё, то они не сработают, пока сами не окажутся в пределах досягаемости цели. Постарайтесь это помнить каждый раз, когда хотите кого-то убить. И кстати, не забывайте, что её орбы отдают приоритет целям, которые попали в чарм. Или последнюю цель, которую автоатаковала Ари. Также убедитесь в том, что вы проавтоатаковали цель, когда прожимаете свою W, чтобы не потерять часть урона из-за крипов. Когда вы кидаете свою Q, вы имейте в виду, что обратно она возвращается к вам, а не к тому месту, из которого вы её прожали. С помощью своего ультимейта вы можете изменить траекторию так, чтобы Q на обратном пути задело врага. Провернуть это достаточно просто. Прожимаете Q, и затем у вас хватает времени, прежде чем она начнёт возвращаться назад. Вы также можете провернуть это и с флешем. Кстати, вы можете отойти подальше от противника так, чтобы задеть кончиком умения. Тогда вы нанесёте сразу два вида урона. Проще всего это проделать, когда противник пытается ласхитить крипа. Научитесь получать полный профит от пассивного эффекта её Q. Для этого вам необходимо попадать им при полёте в обе стороны. Во время фазы ленинга, если вы не можете подойти к крипам и подхилиться, вы можете кинуть кушку в рапторов для подхила. В дальнейшем, чем больше у вас АП, тем эффективнее хил. Вот небольшая хитрость, чтобы максимизировать исцеление. Киньте Q, затем сдвиньтесь немного вправо, а затем влево. Наш последний совет касается ультимейта Ари. Часто бывают ситуации, когда для убийства вам не понадобятся все заряды и ульты. Если вы знаете, что остальные заряды вам не понадобятся, старайтесь использовать их как можно быстрее, так как ваш ультимейт начнёт откатываться только после того, как вы использовали последний заряд. Ок, теперь давайте перейдём к правильному порядку прокачки умений. Первые четыре уровня прокачиваем в следующем порядке. Q, E, Q, W. А затем максим. Первым в очередь Q. R качаем вне очереди. Дальше уходим в W и последним максим E. Есть две сборки рун. Первый, через ледяной нарост. Её берём, когда видим, что во вражеской команде много малоподвижных и тонких чемпионов. Вместе с NLP 800 эта руна даёт тонны замедления и позволит легко забирать цели. Если вы играете через ледяной нарост, первым предметом собираем NLP 800. Затем две тени для большего замедления. Затем учения Леандри, которая хорошо синергизируется с предметами. Которые замедляют и завершите сборку предметами в зависимости от ситуации. Взяв ледяной нарост, обязательно возьмите руну Изобретательный Охотник, чтобы чаще использовать активные предметы. Мы не рекомендуем брать эту руну, если во вражеской команде много мобильных чемпионов. Казнь электричеством. Стандартный билд на Ари. Здесь также первым итем вам нужно собирать NLP 800. Мы рекомендуем собирать его вместо Эхолюдена, так как он поможет вам замедлять врагов. Для того, чтобы легче попасть своим чармом. Затем покупаем сапоги Чародея и Сферу Забвения. Это позволит легко убивать скишовых чемпионов. Затем докупаем предметы в зависимости от ситуации. На этом призывателе наш сегодняшний гайд подходит к концу. С вами был Эл и Командер Эда. Подписывайтесь на наш канал, если вам понравилось видео. Не скупитесь на лайк. Конечно, это было бы хорошо, если бы это сказала маленькая тяночка. Но здесь только один большой бородатый мужик. Также напоминаем вам о нашем Дискорд канале. Ссылка на который находится в описании под видео. Если вам не трудно, накидайте немножечко арта в Сари в комменты. Я очень-очень большой ее фанат. До встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok